Коммерческое направление, которое содержит волонтёрское направление и волонтёрское направление. В рамках коммерческого направления к нам приводят дошколяр, школьников, подростков, взрослые уже приходят сами. И мы индивидуально выбираем литературу в зависимости от интересов, от читательского опыта, от ожидания, чтения. И потом в утром институционном формате обсуждаем с ними прочитанные и, собственно, обучаем их различным техникам работы с техниками. Начиная от таких популярных запросов, как скорочтение, например, до более узких, как анализ текстов, визуализация, текстов, доведение читательских записей и так далее. Собственно, волонтёрская программа – это то же самое, только то, что мы делаем безвозмездно для групп населения, которые не могут оказаться в коммерческой программе по каким-то, в общем, вполне логичным причинам. У нас довольно-таки широкие просьбы работы, как-то мы начинали, мы работали только с детдомовцами, сейчас у нас уже есть интернат-восьмого типа, это дети с особенностями ментального развития. У нас есть взрослые группы, но тоже люди с особенностями ментального развития в фонде ВЕР. У нас есть направление, когда мы сотрудничаем с больницами, у нас есть направление, когда мы сотрудничаем с детьми, которые только попали в приёмные семьи, то есть в их период адаптации в новой семье. В прошлом это детдомовство, сейчас это вроде семейные дети, но вот этот переход очень сложный. И на этом этапе очень много ситуаций повторных возвратов. Чтобы их предотвратить, ребёнку нужно как-то очень быстро интегрироваться, и чтение в данном случае тоже бывает хорошим инструментом. Это вот, собственно, коротко то, о чём мы занимаемся. Я вот, чтобы просто понять, что лучше рассказывать вам, давайте я просто коротко пойму, чем занимаетесь вы. Я длитров с ней детские губы, я тебе тольять. Ух ты. Ну, может, звучит очень отлично. Не очень понимаю, насколько... Очень понятно. Не знаю, насколько много это работает, но вроде как звучит как будто очень. Так, а вы? Ну, я организатор этой конференции. С другой стороны, я очень много детей работаю здесь в библиотеке. С подростками, со школьниками. То есть, собственно, оба человека представители библиотечных средств. Я понимаю. Ну, здесь какая история. Дело в том, что сейчас довольно много волонтёрских начинаний в книжной индустрии. С одной стороны, был год литературы, который принёс очень много странных начинаний. С другой стороны, действительно, есть искренне замотивированные люди, которые этим занимаются. Я сейчас расскажу, как строится наша работа, но я так подозреваю, что если вы пришли, вы, наверное, ещё хотите какую-то свою строить. Поэтому прямо можно как-то коротко постараться успеть и там и там. Собственно, вот обоих нашей работе с волонтёрами, он будет привести на так. Я из вас хочу сказать, что благотворительные проекты, они же не всегда волонтёрские. То есть, собственно, есть варианты, когда люди инвестируют время, это волонтёрский проект, да, и тот вариант, когда люди скорее материальные ресурсы инвестируют. И для нас очень принципиальный момент, что именно мы волонтёрский проект. Объясню почему. Потому что, если мы говорим о работе с книгами, то что происходит, когда мы просто дарим кому-то книги и сами не организуем активность вокруг них. В большинстве своём, особенно если мы говорим о детских группах, да, там, потенциально нуждающихся в книгах, то, как правило, эти книги остаются неоткрытыми. То есть, в общем-то, довольно сложно поверить в то, что вы принесли коробку книг, там, например, детский дом, и все дети такие, боже мой, наконец-то, айфоны так достали, сейчас-сейчас разберём, будем читать целыми днями. Этого не будет абсолютно точно. Соответственно, когда люди жертвуют книги, но вокруг них не организовывают никакой активности, в 99 случаях они просто отнесли, может быть, в других обстоятельствах книги, которые бы пригодились, а в этих обстоятельствах, скорее всего, книги, которые никогда никому не пригодятся. Конечно, есть исключения, например, в ситуации, когда люди помогают укомплектоваться там библиотекам, например, тюрьмам, да, или реабилитационных центрах, тех местах, где уже, может быть, есть люди, которые действительно имеют очень ограниченные вариации досуга, там, возможно, это будет интересно, но, опять же, я сразу хочу сказать, что есть, условно, извините за глупое слово, кейсы удачные и неудачные, да. Неудачный кейс, это когда, например, у нас вот недавно в литературном музее это делал, я им сказала, что это неудачный кейс, вот, когда они говорят, ребята, приносите нам все книги, которые хотите, мы, значит, распределим там по хосписам, там, еще по каким-то местам, где потенциально люди нуждаются в книгах. Что делает человек с нашей ментальностью, когда он знает, что куда-то можно отнести книги на благотворительность? Он несет все, что на самом деле было неинтересно, то, что вот как бы все хорошо, только 4 странички выпало, вот, ну и так далее, да. То есть, что происходит с теми, кто организовал эту активность? Два варианта. Первый, они, зажмулившись, это передали в фонд, и фонд это выкинул, да, или они сидят на сортировке и понимают, что у них там в лучшем случае 15-20% собранного материала могло бы подойти для работы. Вот так обстоит дело, когда люди не очень грамотно организовывают, да, ну, благотворительность вокруг книжной темы, при этом не производя никакой селекции. Поэтому вот наш проект, допустим, он укладывается в такую довольно короткую схему, и сразу хочу сказать, что если проект у кого-то благотворительный не укладывается в короткую схему, наверное, он не будет работать потом. Мы принципиально-волонтерская история, то есть мы не раздаем книги, вот, а мы именно организуем активность вокруг книг. Можно я коротко вас спрошу, вы тоже в библиотечной схеме работаете? Да. Ага. Все, я просто просила ваших коллег, чтобы просто понимать, как бы, да, ну, потому что... Дневский район в Санкт-Петербурге, Центр чтения, все отлично, прекрасно. Ну, нам с вами будет просто все в провинциональном языке говорить. Вот, поэтому вот эти все истории про сбор книг, единственный вариант, как лично я субъективно, и насколько я знаю, мои коллеги это видят, это когда есть списки рекомендованного, да, и мы точно знаем, что мы знаем, кому эта книга может быть полезна, мы понимаем, что эти люди действительно будут там ее читать, и мы, собственно, по этому списку рекомендованного делаем подборку. По сути, эта система подвешенной книги, да, это где-то работает. Все остальные случаи люди не приносят то, что подлинно могло бы нравиться, и, как правило, это такой сбор, который организации, очень приятно сказать, что она задействовала благотворительности книжной, но пользы они, к сожалению, людям не принесли, вот, а если мы говорим о волонтерской истории, кто-то уже пробовал какие-то волонтерские истории запускать именно вот в рамках своей работы? Безусловно, да, мы работаем с волонтерами 4, у нас второй созыв, но я работаю с подростками, 10 лет это самые младшие, и самые старшие были в нашем опыте первые созывы, но они уже ушли в университет и учились. Так, из-за круга этих революционеров у нас люди безумно интересны. А получается, расскажите подробнее, а в данном случае волонтеры это сотрудники библиотеки или это сторонние люди? Нет, это подростки, которые хотят сделать нечто большее, чем предлагают им библиотеки, которым просто интересно быть с нами и быть у нас. То есть это наши читатели, активные во многих сферах, которые хотят еще и какую-то пользу принести, но они не заняты на, это не актив библиотеки, да, то есть они не клеят там книжки, не кармашки кладут там или еще что-то, это нет. Они именно высказывают свои идеи, что они хотят сделать для того, чтобы их ровесники знали книгу, читали. Либо активно участвуют вместе с нами именно в больших масштабных мероприятиях, там на улице, на флешмобах, капитанами выступают, групповодами, экспертами чтения и так далее, и так далее. Если у нас есть какие-то отдельные кратковременные проекты, то вот мы писали, мы читали «Морской свинке в уголке», это чисто волонтерский проект, когда приходили подростки и маляркам читали стихи в Борто, там Чуковский и так далее, все под них сделаны. То есть это вот такая группа активных, мы их называем боевой отряд, которые, а что касается сбора, они у меня, да, ну, то есть мы кинули идеи, мы, в Петербурге у нас была акция «Подари ровеснику книги», книгу, которую, собирали мы вот именно книги по городу, разные библиотеки для, по-моему, больницы имени Раисы Горбачева, там «Рак крови», ребята, вот туда относили книги, ну, и другие организации. И мои вот эти подростки, они занимались информационным обеспечением, сами нашлёпали листовок на резонке и сами пошли по микрорайону на подъезды развесывать. Ну, это немного экстравагантно, ну, по крайней мере, это была такая их инициатива. А сколько человек постоянно активно? Вы знаете, очень немного, 7 – это максимум, причём они приходят 2 раза в неделю, 2 раза в месяц, какая-то группа в опорник, кто может, и какая-то группа в пятницу. Вы перед собой как ставите задачи сейчас? То есть вот у вас сейчас есть 7 активных ребят, которые активно включены, вот вы свой следующий шаг как видите? Там их 30 человек или они больше ответственности на себя берут? Вы знаете, конечно, мне бы хотелось, чтобы было больше ребят, но они сказали, что им бы было комфортнее, если бы волонтёрская группа была не более 10 человек. Вот именно такой вот костяк, потому что они себя более комфортно чувствуют, именно в небольшой группе. Мне бы хотелось, наоборот, у меня сейчас вопрос качественной работы с волонтёрами, чтобы я могла их хотя бы один раз собрать вместе для обсуждения каких-то дел. Просто у меня дети заняты, я им предлагаю что-то общее, отзыв на газету, они у меня пишут. Сейчас это для всех, как видят, так и пишут. Но есть проекты, которые они сами реализуют, представление своей любимой книги и потом мастер-класс, который проводят только подростков, волонтёр. Это для свободной публики, обычно ребята, старший дошкольник и младший класс приходят. И я здесь только как подай-принеси. А ребёнок полностью модерирует это занятие. У нас осталось несколько занятий для ребят, кто не успел в прошлом учебном году. И ещё у нас была идея в Петербурге, днём волонтёра объявлено 5 декабря, и мы планируем готовить день открытых дверей. Вот сейчас ребята думают о том, что мы будем делать. И в этот день, чтобы себя показать. А так они активно участвовали в этом году. Нам предложили принять участие в фестивале в рамках международного культурного форума. И мы там представляли проект именно этих чтений и мастер-классов. Молодой человек у меня выступал в этом ключе. Я поведительно поняла ситуацию. Смотрите, вот чему мы рады в нашей конкретной ситуации. Вы видите, что первый пункт у нас стоит обучение. В связи с чем? В связи с тем, что мы измеряем КПД, коэффициент полезного действия, с двух точек зрения. Ну помимо собственного удовольствия. На самом деле для меня это важно. Если мне что-то не нравится, я этим не занимаюсь. Но если этот фактор мы уберём, из более измеримых вещей, чем моё удовольствие, мы оставляем две вещи. Собственно, оконечная польза. То есть, собственно, вот у нас есть волонтёры, могут быть счастливы волонтёры и я. Но стоит вопрос, а что бы такого полезного вместе сделали? И это измеряется довольно просто. То есть мы понимаем, сколько детей у нас постоянно получают контакт с волонтёром, какие результаты эти дети в этих группах делают. Мы понимаем, как бы... То есть, если мы представим, что наша задача в хорошем смысле слова, пропаганда чтения, да, как досуга интеллектуального, то... Ой, не люблю такие. Больше я таких скучных фраз не буду говорить. Вот. То мы, в принципе, измеряем, сколько людей с нами этим занимаются, с какой периодичностью, с каким результатом. Это, так сказать, первое измерение, да, КПТ. Второй момент, это, собственно, сколько волонтёров и насколько сами волонтёры в процессе этой работы растут. Соответственно, наша задача, да, увеличить обе цифры и при этом сохранить удовольствие от работы. Без обучения у нас невозможен ни один из этих пунктов. Почему? Потому что именно в процессе обучения мы, собственно, делаем волонтёра компетентным в дальнейшей работе с детьми. У нас это организовано таким образом. Это всего два тренинга, выходные дни, которые длятся там от 3 до 4 часов, которые потом, в случае, если человек в этот день выражал, у него у бабушки день рождения, он был в путешествии, он мог это отслушать в записи, если он заранее предупредил о пропуске. Вот. Что мы говорим на этих тренингах? Ну, во-первых, объясняем специфику вообще дальнейшего, да, устройства этого человека в какой-то там детский дом или в интернаты и так далее, да. Мы объясняем, в чём будет специфика общения с детьми. Мы объясняем ключевые принципы книжного гида как организации, как мы выстраиваем коммуникации, как мы выстраиваем их с сопровождающими взрослыми, потому что на самом деле неважно, ребёнок сирота или нет, есть кто-то взрослый, это воспитатель, это директор, это учитель, да, который в любом случае влияет на то, как проходят встречи. Вот. Наша задача, собственно, с этим человеком тоже установить контакт. И это, естественно, в первую очередь, в принципе, общение с детьми. Сразу хочу сказать, у нас нет философского камня, нет чаши гравия, то есть ничего того, до чего нельзя додуматься, если ты человек здравомыслящий. Мы ничем этим не обладаем, но у нас есть, что есть большой опыт, больше пяти лет нашей организации, да, и... О, шести, Маша подсказывает. Вот. И более того, вы знаете, оказалось здравый смысл довольно редкая валюта. Вот. Поэтому очень многие вещи, которые нам кажутся абсолютно очевидными, для людей откровения, им всё равно полезно отслушиться это обучение. А после обучения всегда есть этап аттестации. Сразу хочу сказать, аттестацию, наша позиция такая, аттестацию проходят абсолютно все, кто искренне замотивирован. То есть мы не просим бежать с пулемётом через полосу препятствий, да, ничего подобного. В чём задача аттестации на самом деле? Отсеять всех, кто на самом деле не сильно хотел быть с нами. Потому что очень важно, чтобы волонтёры ушли на этом этапе, те, кому это не нужно, а не в момент, когда они познакомились с детьми, у которых есть нарушение привязывости, да, и на следующий раз не пришли. Вторая задача – это, в принципе, понять интонацию этого человека и правильно его распределить. Потому что у нас довольно большое количество фондов, партнёров детских домов, да, и нам нужно понять, куда именно этот человек идеально встанет, с какой возрастной группой ему лучше работать, с каким количеством детей, можно ли ему дать сложную группу и так далее. Аттестация из себя в нашем случае… А, ну вот в первой части обучения мы говорим о принципах работы, в принципе, общения. Во второй части мы уже объясняем, как мы строим встречи. Мы рассказываем, как мы подбираем тексты, чем мы руководствуемся, да, мы рассказываем, какие типы активности мы чередуем в процессе занятия, мы рассказываем, как мы ведём себя в кризисных ситуациях, не в занятиях, к сожалению, тоже бывает, все, кто работают в детьми, это знают. Вот. И, собственно, потом мы человеку показываем несколько встреч, которые расписаны, как мы это называем «от приветствия до прощания». Да, то есть это полный алгоритм, что человек может делать здесь. смело содержит вопросы об латинке, о пересочинении всех активностей игровых и так далее. И мы просим человека составить похожий план, но по другому тексту. Собственно, в этот момент мы что выявляем? Понял ли он наши принципы работы, или он всё равно задаёт вопросы закрытого типа, например, или он всё равно считает, что есть правильное мнение и неправильное. Вот. И, собственно, да, как я уже сказала, выявляем мотивацию, после чего человек получает распределение в конкретную группу. И наше замечание такое, мы поняли, что люди должны ходить по двое. Даже если это группа из двух детей. Почему? Потому что жизнь непредсказуема. Мы рассчитаны на то, чтобы наши волонтёры устанавливали в долговременной эмоциональной связи с детьми. Так как у людей бывают смены работы, смены места жительства, да, какие-то личные обстоятельства, нам очень важно, чтобы хотя бы один волонтёр стабильно приходил в тот день, когда он должен прийти. Поэтому люди получают распределение по парам. Помимо этого, честно скажу, приходят очень талантливые, очень интересные, очень добрые люди. Но не все из них готовые гиды. Даже после обучения аттестации, да. Поэтому у нас есть возможность соединить тех, у кого одни сильные стороны, да, с теми, кто именно в этом слаб, и таким образом получить такого идеального бойца из двух людей. Вот. После распределения мы вот таким образом осуществляем, да, учитывая пожелания людей там географические, временные и так далее. И на первую встречу обязательно сопровождает кто-то уже из тех, кто уже долго волонтёрит, или кто-то из рук ячейки. Вот. Почему мы это делаем? Потому что боли, паника, сложные эмоции. Вот. И человеку в этот момент нежелательно оставаться одному, даже вдвоём. А тут вот что происходит? Вот, собственно, я уже объяснила, на каком этапе мы увеличиваем свое КПД в плане уровня волонтёров, да. Но есть ещё такой момент, если вы обратите внимание, то большая часть волонтёрских движений сталкивается со слов, какой проблемой. Люди не находятся в организации дольше там 5-6 месяцев, как правило. Если речь об интенсивном контакте, постоянном с какими-то группами населения, ну, как бы, которые не излучают части, да. Вот. А как мы эту проблему решаем? Во-первых, мы очень чётко с опытом поняли, что оптимальное есть количество времени, которое человек может проводить, да, в этой ситуации, с одной стороны развиваясь, с другой стороны, как бы, ну, не теряя энтузиазм. Мы поняли, что оптимальный вариант, если волонтёр видит своих учеников час-полтора в неделю. То есть, очень часто бывает так, что человек приходит, и вначале ему кажется, что может каждый день ходить, и по 5 часов сидеть. Но, естественно, выгорание тогда наступает довольно быстро, это не радует ни детей, ни нас, ни волонтёрам. Поэтому мы установили, как бы, бывает исключение, бывают люди с более крепкими нервами, с большей силой мотивации, но начинают всегда все с вот этого стартового времени. И увеличиваем мы его потом, если мы видим, что действительно, ну, мы можем быть уверены, что человек не переоценил свои силы. Второй момент. Люди уходят очень часто. Почему? Потому что изначально мотивация прихода, конечно, у всех разная, но очень часто люди просто хотят почувствовать себя добрыми. Чтобы почувствовать себя добрым, как правило, людям хватает 5-6 месяцев. После чего они уже чувствуют, что, в общем, как бы, ну, это, они же все свои грехи отмолили, и, собственно, можно идти обратно в мирную жизнь. Не надо ни на каких сирот больше по субботам смотреть. Соответственно, мы никогда, во-первых, не пытаемся в процессе обучения, в процессе контакта с волонтерами давить на их мозоль доброты. Потому что, во-первых, мы не сильно в эту мозоль сами верим. Во-вторых, потому что, как бы, ну, это вообще спокулятивная такая практика. И люди, которые пришли, потому что им очень жалко сироточек, вот, им лучше не проходить эти статусы, если честно. Вот. Должны оставаться те люди, которым подлинно интересно общаться с детьми там, да, или с теми группами, с которыми они будут волонтерить. Вот. А чтобы им было постоянно интересно, должно париться компенсии. То есть, есть их интересные ученики и есть еще интересный волонтерский круг, с которыми они интересно проводят время. Поэтому у нас есть такая история, как поддерживающие встречи раз в две недели, одна из них проходит в выходной день, другая в будний день, чтобы абсолютно все волонтеры раз в месяц могли попасть на них, да. Куда мы приводим интересных спикеров, где всегда присутствует кто-то из методистов, если у кого-то сложная ситуация, которую он не знает, как решить со своей группой, да, детей, где они могут обменяться опытом, где у них есть чувство, что он не один и он выходить отсюда не хочет. Вот если не создается этого сообщества, да, и одновременно на чеке большая нагрузка, что, как правило, люди покидают рано или поздно волонтерское сообщество. Что еще здесь важно? У нас есть чат постоянно с методистами, потому что иногда люди уходят, потому что они столкнулись со сложным случаем и постеснялись написать, постеснялись обратиться, не получили поддержки в самом детском доме. Им проще эту проблему замолчать и как бы вежливо свести свое общение с сиротами на нет, да, чем обратиться. Вот. Для того, чтобы у наших волонтеров не было такого искушения, мы абсолютно постоянно с ними на связи. Вот. То есть, собственно, что получается? Человек получает изначально какой-то багаж знаний, да, потом он получает постоянную возможность обратиться к методисту. Я знаю очень много, на самом деле, волонтерских очень добрых начинаний, где вообще нет представления особо о методистах. То есть, вот просто из серии, вы хорошие люди, мы хорошие люди, давайте вместе ходить там в больницу, да, там, или давайте вместе там, не знаю, в детские дома ходить, там, в дома престарелых или еще что-то подобное. Вот все вот это, это три-четыре месяца человек в системе находится. Потому что знаний, которые есть у человека, который в обычной жизни, экономист, там, юрист, не знаю, не важно, как правило, не хватает на долгосрочное общение о теме, в которой он не специалист. А честно хочу сказать, что волонтеры приходят люди очень часто с филологическим образованием, но редко те, кто постоянно работает по этому профилю. потому что они устают на работе от этого, они идут волонтерить как-то по-другому, если они этого хотят, да. Ну, то есть, это логично в этой ситуации. Соответственно, не приходят те люди, которые могут полностью заменить, как бы, с собой и методисты, там, и волонтеры, и организаторы, и так далее. Так, что еще важно здесь сказать? Важно сказать то, что еще одна из причин, почему люди могут уходить, это ситуация, когда это начинает отнимать много их времени, не только фактического группы, с которой они общаются, да, но и ситуация, когда у них много времени уходит на подготовку. Чтобы этого не происходило, после того, как человек проходит аттестацию, мы даем ему доступ к Яндекс.Диску, где, честно, выложено около 60 планов, конспектов, которые он может открыть, распечатать и подготовиться по ним в течение 40 минут, а не в течение трех суток, как для некоторых людей это целое событие, да, не просто прочесть книгу, а что-то по ней придумать. Все люди очень разные, да, у кого-то много творческих способностей, у кого-то к этому душа лежит частично. Поэтому, если мы говорим о том, как выработать оптимальный КПД, то нужно создавать какие-нибудь волонтеров и полностью упрощать их жизнь на всех этапах. Потому что, если волонтеру сложно попасть на распределение, если волонтеру сложно подготовиться, если волонтеру сложно совмещать со своей работой это неудобное время, во всех этих случаях волонтер уходит. Вот. Наша задача, чтобы волонтеры не уходили, поэтому мы фактически орг-ячейка книжного гида обслуживают волонтеров в хорошем смысле. Вот. А следующий момент это по поводу мотивации. Я знаю фонды, где волонтерам дают бесплатные билеты в театр, выписывают какие-то там благодарности и все такое прочее. Мы ничего этого никогда не делаем, честно скажу. Мы не делаем этого, чтобы не видеть у себя людей, которые по пятницам ходят в молодую гвардию, по четвергам в единую Россию, а по средам к нам. Вот. Мы не любим собирателей плюшек там и все такое прочее. Вот. Подлинно хорошо работать со сложными группами населения могут только те люди, которые имеют внутреннее сильное стремление к этому. Все, кто приходят с билетами и все такое прочее, это как бы не совсем наш контингент. При этом я считаю, что наверное такие вещи возможны, но это знаете, это как история, когда мы первый раз встречаемся с волонтерами. Одна из таких вещей, о которой мы говорим, они удивляются, мы говорим, никогда не приносите подарков в детский дом. Открытки от руки нарисовали? Молодцы. Тортик испекли? Да. Да. Но никаких лего, никаких дорогостоящих вещей нет. Чтобы ребенок не воспринимал вас как какого-то человека из большого мира, да. У которого можно попросить денег взаймы там или что-то еще такое. Потому что на самом деле, кто имел большое подобщение с детдомовцами, тот знает, что в детских домах довольно много людей, которые приезжают сфотографироваться там, да, в момент, когда они куклу передают ребенку. И это определенным образом формулирует запрос детей ко взрослым, да. Есть уже представление, что это люди, которым на самом деле не важно, что я думаю, что я чувствую, не интересно со мной время провести. Они просто хотят мне куклу дать. Ну а что, я куклу не буду брать? А взрослый пришел без куклы и тоже непонятно. Собственно, а зачем он тогда пришел? Что ему нужно? Вот. В этом отношении, к сожалению, взрослые люди не сильно отличаются от детдомовцев, поэтому мы не сторонники того, чтобы давать им все время куклу на камеру. Вот. Мы вот как бы этим не занимаемся. Но мы стараемся при этом сделать, упростить их волонтерскую судьбу, и мы стараемся создать для них интересное community. И на самом деле этого хватает для того, чтобы приходили хорошие ребята. Вот. А еще вот послушав вас просто, если вы не против, если вы как бы там, ну как бы вас это не смутит, лично мое мнение, почему сложно вам расширить количество, да. Дело в том, что волонтерство это никогда не основная деятельность, да. То есть у людей есть или учеба, или работа еще. Вот. кто встала, не знает, что мне подать, минеральную воду мне подать, или ручку, или телефон я захотела получить. Вот. У вас в некоторой степени, как мне показалось со стороны, такая ситуация. То есть задачи меняются, да. когда ребята остаются теми же, их ограниченный набор, и нет четкого алгоритма, что они делают. Допустим, у нас, да, человек знает, что есть конкретный день, конкретный час, когда он приходит в конкретное место. И делает он вот что-то из этих 60 планов, если он не знает, что он хочет делать. Если он знает, что он хочет делать, он согласовывает это с методистом и делает это. То есть, грубо говоря, ситуация такая, когда творческий может найти для себя возможность проявить себя творчески, а человек более технического склада или который не может потратить столько времени, сколько необходимо на подлинное творчество, может оказать тоже посильную помощь по алгоритму АВВ. Вот, вот у вас, скорее всего, сейчас такая ситуация, когда для творческих много возможностей, для ребят, которым пока сложно вытаблиться, им нужен более простой алгоритм. Как раз нет этого алгоритма АВВ, как ты можешь помочь мне за короткий срок, да, без каких-то спецнавыков, или как ты можешь получить спецнавыки и помочь потом мне. То есть, давать более реалистичные, то есть, те задачи, которые может пощупать и в результате этого занятия он получит прогноз какой-то. Смотрите, даже на этапе набора волонтёров, да, все волонтёры, которые записываются к нам, они чётко знают, чем они будут заняты. То есть, мы не пишем что-то из серии, там, книжники, торт, набирает новых волонтёров, мы будем спасать мир. То есть, наверняка, такое объявление, на самом деле, бы очень заинтересовало людей, но я не уверена, что к нам бы пришли адекватные люди. Вот. А там, или там, мы там хотим, чтобы каждый человек в мире читал, тоже адекватные люди не придут. Когда мы чётко говорим, что вот задача будет такая, объём работы будет такой и так далее, все люди, которые к нам записываются, они могут посмотреть публикации, то есть, они могут составить представление о своём дальнейшем пути в организации. Вот. К нам приходят уже, во-первых, только те люди, которые уже понимают, что происходит в этом мире с нами, да, в этом мире. И, то есть, мы изначально отселиваем всех странных. Я не против странных, но я думаю, что их место всё-таки не о работе с детдомовцами, да, по ряду причин. Вот. А во-вторых, да, мы, как бы, нам потом, ну, не нужно в процессе работы очень много самостроек. То есть, в вашем случае получается, что непонятна конечная цель ребят, то есть, у них цель, ну, в принципе, помогать библиотеке во многих проектах. Да, это вот группа, возможно, это будущие сотрудники библиотеки, если всё пойдёт хорошо, да, они примут там решение профильное образование, это всё прекрасно. Но это не может быть многочисленной волонтёрской историей, потому что нет, вот, нет конкретной и понятной задачи, в которую может вступить, ну, там, каждый адекватный человек. Вот. Поэтому мы всегда начинаем с того, что мы измеряем наши задачи в целом и наши задачи конкретно внутри волонтёрской туалет. Вот. А вот это старые цифры, очень старые цифры. Сейчас уже у нас 4 года работы, более чем в 7 детских домах, у нас, ну, то есть, здесь, в общем-то, уже нет, правда? Вот. Слава Богу, мы выросли. Правда, планов встреч я сейчас только уже брать не буду. Вот. Это ряд площадок, с которыми мы сотрудничаем. Смотрите, я вот очень коротко рассказала, как у нас это работает. Я коротко скажу, как мы работаем вообще с внешними партнёрами, да. То есть, вот есть мы. Мы обучили волонтёров, мы так довольны. У нас такие хорошие ребята. И возникает вопрос, куда же издевать, на самом деле, таких хороших. На самом деле, миру они не нужны. Потому что большая часть организаций, где могут быть нужны волонтёры, страшно, не хочет видеть волонтёров из себя в гостях. Кто-то уже сталкивался с этим? Ну, может, я не вспомню, но у меня реально вопрос, как вы выходили на детские дома, как вас туда вообще пустили? Да, прекрасный вопрос. Дело в том, что вообще большая часть закрытых учреждений, неважно, реабилитационные, это центры, дома престарелых, там, хосписы. Они не хотят видеть постоянных волонтёров. То есть, если вы знаете и говорите, здравствуйте, мы хотим принести 20 коробок пиццы. Они говорят, открываем дверь. Если вы знаете и говорите, здравствуйте, мы хотим каждую субботу приходить к вам и приносить по кусочку пиццы. Они такие, нет, нет, нет. Потому что понятно, что если волонтёр приходит регулярно, это один и тот же человек, и не меняется его аудитория. Там он начинает узнавать, какие правонарушения есть в этом заведении. Заведение без правонарушений поискать очень сложно, поэтому никто особо волонтёрам не рад. Поэтому это такая, на самом деле, сложная история. Даже брать не буду. Как мы работаем? Мы не оформляли себе НКО. Мы не делали этого, потому что это скучно. А всем, что скучно, мы не занимаемся. У нас есть обычный ИП, и у нас нет стремления, как-то говорить, что мы НКО. И на самом деле, если... У нас позиция простая. Если это на КПД не отражается, то есть у нас не становится больше волонтёров, или наши ученики не начинают читать лучше, мы этого не делаем. Оформление документов НКО ничему не могло помочь в нашей ключевой задаче. И мы придумали очень простой ход, и с первого года его используем. Мы приходим в фонды, у которых есть официальный НКО, рассказываем о себе, презентуем всё это. Если они хотят, то показываем, как это работает в действии, то есть приводим их на занятия. После чего мы становимся их официальными партнёрами и в детские дома мы получаем распределение от них. Насколько я знаю, в библиотеке не будет такой проблемы в случае, если вы что-то аналогичное будете делать, потому что у вас есть... У нас есть полиция. Да, да, да. Это будет проще. Но проблема в том, что даже фонды во многие детские дома войти не могут. Поэтому, честно скажу, это частично нас вынудило заходить в другие области. То есть, например, работать с уже детьми, которые появились в семье, но ещё нуждаются в нашей поддержке. И, честно скажу, это было не потому, что мы такие проснулись ранним утром и осознали. Ну, то есть, мы поняли, что у нас много волонтёров, а детские дома... В семье тоже? Нет, в семье, я тоже не понимаю. Нет, вы говорите, в семье, которые приняли детей. Как вы про них узнали? А, потому что есть фонд «Арифметика добра», который занимается как раз адаптацией детей в приёмных. И, собственно, сейчас мы постоянно работаем по этой схеме. Словно, мы находим фонд «Верх», мы сверху хорошо дружим, Верх говорит, у нас есть вот такая аудитория, мы под них адаптируем методику и заходим к ним. Есть «Арифметика добра», мы слушаем, какие нужды у этих людей, мы это обсуждаем с волонтёром, мы адаптируем методику и заходим к ним. Собственно, очень часто это единственный вариант, потому что, если напрямую пытаешься связаться с домами, интернатами и так далее, ты тратишь очень много времени и получаешь закономерный отказ. Честно скажу, мы не пытались им давать книжки, потому что у нас есть волонтёрская наша библиотека, в ней больше двусот наименований тех текстов, которые нравятся нашим методистам, с которыми мы понимаем, что мы будем активно работать. Мы её собирали по простому принципу. Мы составили список книг, которые нам нравятся, с которыми мы хотим работать, позвонили издательствам. Издательства нас знают и сказали, мы подарим вам эти книги. Мы сказали им спасибо. И чтобы наше спасибо приносило им тоже пользу, написали им спасибо на Зоне, на Лабиринте, в Лайфлибе и так далее. Создали, собственно, благодарственные посты искренне о тех книгах, которые нам, правда, нравятся. И таким образом сделали волонтёрскую библиотеку. Почему мы сделали именно волонтёрскую библиотеку, а не начали раздавать книжки детским домам? Потому что, представьте себе, я его на детском доме. Там есть некая библиотека. Он туда пойдёт только если он прокажённый. Но, предположим, он прокажённый. Он зачем-то туда пошёл. Ведь там не сидит книжный день 24 часа в сутки. Там сидит местная тётя. Местная тётя, мы не знаем, как бы даст ли ему книгу из нашей библиотеки. Или она ему скажет, Крапивина, почитай, очень хорошая книжка. Вот. Или её на месте не окажется. Или директор случайно книгу взял к себе домой и забыл вернуть. Ну, то есть, это очень... То есть, сразу как это перестаёт быть нашей материальной собственностью, мы не можем никак вообще контролировать выдачу книг детям. Поэтому у нас система такая, при которой есть волонтёрская библиотека. Волонтёры к ней имеют постоянный доступ. Они берут сколько они хотят. У нас всё на доверии, на самом деле. У нас есть эксцелевская табличка. У нас нет никаких залогов, ничего. И до сих пор у нас не было ни одной ситуации, когда книгу не вернули. Вот. И они, собственно, читают сами эти книги, если хотят. Если хотят, пользуются ими в личных целях. Но, помимо этого, они обязательно их относят в детские дома и контролируют, чтобы она вернулась к нам позже в волонтёрскую библиотеку. Вот. Таким образом, во-первых, нам вот этих больше 200 изданий хватает на все наши детские дома. Ну, потому что, слава Богу, не всем в один день нужно прочесть Матильду. Вот. Они могут как-то по очереди это всё читать. Во-вторых, мы чётко знаем, что это никуда не уходит. Вот. А это очень важный момент. Потому что, к сожалению, когда работаешь с партнёрами, там, типа детских домов и интернатов, ты не можешь быть уверен, что это вот детям всё достается. Вот. Следующий момент, собственно, я сейчас уже рассказала, как мы… Это, на самом деле, не весь список тех изданий, с которыми нас поддержали. Вот. Мы… Я уже рассказала, как мы устанавливали связь, да, что мы просто честно сказали, что мы… на поведло они знали, кто мы… Нам дали книги, мы сделали хорошие отзывы. Вот. Сразу хочу сказать, что… Были издательства, которые наш звонок восприняли так. Классно, у нас как раз вот не продаётся вот эта книжка в зелёной обложке. Можно мы вам четыре ящика отгрузим? Угу. А… Стоит ли говорить, что на это мы отвечаем твёрдо и нет? Несмотря на то, что мы понимаем, что, наверное, можно теперь продать на Авито, или можно подарить нелюбимым племянникам, или что-то ещё такое. Ничего, что нам не нужно в волонтёрскую библиотеку, мы не берём. Вот. Именно это создаёт нам хорошую репутацию. Издательство знает, что мы берём эти книжки, и чтобы их потом на Комсоморской продавать. Вот. Как бы… И они понимают, что мы действительно работаем с тем, что мы берём. Те издательства, которые с нами попробовали поступить таким образом, вы на этот слайд не попали. Вот. И, собственно, с нами в каких-то дружеских отношениях находятся. Ну, как вы видите по слайду, люди у всех профессионально работающие, все адекватные люди на слайд попадают. Вот. То есть это ещё один такой момент, что, как правило, те издательства, которые нам таким образом предлагали поступить, это были издательства, где нам нужно было 2-3 книги из всего ассортимента, да, всё остальное, и мы не понимали, зачем вообще люди выпустили на свет. Вот. А, собственно, там, ну, там «Самокат», например, но понятно, что они адекватные ребята, и не предлагали нам окружать 4 чемодана, это не нужны книги. Ещё одни партнёры – это, собственно, СМИ. Здесь их очень маленький список, вообще у нас написало больше 80 СМИ, там, начиная, там, у нас есть сюжет на НТВ, да, и заканчивая, в общем, каким-то приличным ребятам. Вот. Как это работает? С одной стороны, мы не можем качественно сделать набор волонтёров, если нас не поддерживает СМИ. Потому что есть люди, которые интересуются книжной тематикой, они подписаны на нашу страничку, они там, может быть, активные мамочки, например, знают о том, что мы существуем. Но есть люди, которые, ну, может быть, даже они любят чтение, но они как бы не гуглили нас до сих пор, да, не были озадачены. Существует ли такая в мире организация? Чтобы они к нам попали, нам нужна поддержка СМИ. С одной стороны. С другой стороны, у нас нет ни одного, вообще, рубля на рекламный бюджет. 80 публикаций мы сделали без единой копейки. И мы это делаем принципиально. По сути, что происходит? Есть СМИ, которые сами к нам обращаются, да, они там узнали, им это любопытно, мы всегда выходим на контакт. Есть СМИ, которые до сих пор к нам не обращались, но мы искренне верим, что просто потому, что они не успели. Вот. Как мы строим с ними коммуникацию? Мы им рассказываем о том, кто мы, объясняем, что у нас есть реально важные задачи. И всегда предлагаем составить сами материалы, чтобы они, не дай Бог, не переработали. Вот. Или дать комментарии по любой теме, связанной с нами, но с просьбой указать о том, что у нас набор проходит на волонтерскую историю. Вот. В такой ситуации мы материалы, если они пишут о волонтерской истории, отдаем бесплатно и делаем большие, крупные обзоры, подборки, аналитические материалы. То есть, собственно, то, что очень часто штатный журналист не может сделать, потому что у него широкий профиль, а не узко-литературный профиль. Да? Вот. Если же люди не хотят уточнять историю про волонтерские наши дела, то мы делаем это за деньги и тоже, в общем, радуемся, что мы написаны. Что за деньги? Какие? Ну, если, допустим, мы делаем большой аналитический материал на тему литературы, и они пишут о том, что есть волонтерская штука, то мы, понятно, в этой ситуации радуемся. Если они против указания и считают это какой-то рекламной историей, то мы просто делаем для них такие материалы за деньги. Вот. Тут какой момент. Дальше. Вообще, кто часто дает в трюс журналистам? Бывает, да? Ну, вот, как бы, я вообще сама раньше журналистике. Я помню, когда я еще там сидела на пресс-конференции Скорпионс, я думала, что я буду гореть в аду, потому что люди, видя Скорпионс, задают вопросы что-то из серии. Вы правда, вот как вы считаете, русские девушки красивые? А вы пробовали водку? И ты сидишь, думаешь, да? То есть, ну, вот правда, да? То есть, вот это тебя волнует там от людей, которые написали там, ну, реально, ряд хороших песен. Вот. А самое интересное, когда потом я уже стала постарше, походила еще в списках, я поняла, что вообще вопросы не меняются. То есть, неважно, там, как бы, ну, Скорпионс или не Скорпионс. Вы пробовали, вот, как вам русские девушки? Ну, это без разницы. Иностранец, значит, это вопрос. Вот. Вот. Это я к чему говорю. Потому что, когда меняешься ролями, ты уже не журналист, а ты уже даешь интервью, в том числе о волонтерском проекте. Это очень большое испытание. Потому что набор вопросов никак не будет помогать вам рассказать о том, что вам действительно важно сказать. То есть, люди будут задавать вопрос, как вам пришла эта идея? Ну, вот, действительно, как бы, вам будет интересно ответить на этот вопрос два раза. Ну, когда это будет восьмидесятное интервью, вы будете чувствовать себя эпилептиком, как бы, ну, на моменте, когда уже пена идет, да? Вот. В связи с чем? Я поняла для себя две вещи. Если вы будете такую штуку у себя в городе активно делать, да? И у вас будет активная работа со СМИ. Первое. Всегда предлагайте написать все сами. Это, правда, намного лучше, чем потом читать то, что получилось. Вот. Потому что, в основном, читать потом грустно. Ты не знаешь, что с этим делать. А человек искренне не понимает, почему не интересно проводку девушек. Вот. И, как бы, я понимаю, что не всем удобно самим писать собственные интервью. Но для этого можно сидеть вот так на двух стульях, менять стульчик, да? Наговаривать на диктофон. Ну, в общем, любые ролевые игры, но только не пускайте журналистов в этой ситуации. Вот. Второй момент. Если, как бы, или журналист против, или вы видите, что это адекватный журналист. Вот. Если у вас есть чутье, там, оно вас не подходит. То я, в общем-то, вспоминаю эти времена, когда я сама журналистом была. И вспоминаю свое интервью с Жириновским. Вот это пример того, как человек правильно дает интервью. То есть, условно, это работает так. Вы перед интервью понимаете, что вам, например, важно сказать про ваши задачи, там, связанные с расширением, например, там, дома престарелых. Но человек вас будет спрашивать, как вам пришла идея, ваша любимая книга, сколько книг вы в неделю читаете и все такое прочее. Вы никак не можете сказать то, что вам важно. Что делает Жириновский? Вот, например, он, условно, решил сказать о том, что образование не должно быть платным. Ну, я абсолютно условно. Я не помню, чтоб он такую вещь сказал. Вот. И вот встает какая-нибудь там девушка, да, из аудитории. Вот, да. И такая говорит, как вы относитесь к тому, что в Чечне вот женщин притесняют, да? Что делает он? Ну, он четко знает, что он хочет поговорить про образование. Он говорит, вот, и женщины всегда не получали хорошего образования. Вот, давайте задуматься о том, как должны люди получать образование. Все. Ровно одно предложение, и вот переход к тому, что ему было важно сказать. Собственно, это единственный вариант, как получить нормальные публикации, после которых к вам приходят волонтеры и партнеры. Потому что во всех остальных случаях вы целыми днями даете интервью, волонтеры не приходят, только ваши родственники на вас странно смотрят, что вы какой-то нервный за ужином странные вещи говорите, повторяетесь. Вот. Поэтому, да, с журналистами нужно устраивать диалог определенным образом. Лайна, это просто флотики того, что мы делаем. Вот, да, это наши волонтеры. Я люблю просто на них смотреть, поэтому поместила их на слайд. Что? В общем, я не знаю, на самом деле, насколько наш опыт применим к тому, что вы планируете делать у себя, да, но скажу коротко еще одну вещь, до которой мы быстро дошли, когда смотрим по сторонам, и для многих этот, как бы, очевидный месседж, да, пока не очевиден. Очень часто люди хотят изобрести велосипед. То есть вместо того, чтобы прийти, например, к той же арифметике добра и сказать, ребят, вы уже давно работаете с детьми, которые попали в семью. Расскажите, как мы можем с вами быть вместе и вместе быть полезными в этом? Люди начинают делать свой фонд имени себя, да, как бы проходить все те круги ада, которые кто-то уже прошел. Пытаться найти специалистов в очень узкой сфере, где их мало и так далее. Вместо того, чтобы изначально просто промониторить рынок и понять, кем нужно объединиться. Вот. Мы никогда не делаем то, что кто-то делает уже лучше нас. Мы с этими людьми просто устанавливаем дружеские связи. Может быть, поэтому у нас пока не было ни одной истории, которую мы в этих гиде запустили, которую нам бы пришлось экстремально закрыть. То есть, ну вот, мы, например, открываем направление фестивалей, да, у нас там три фестиваля проходят, мы там готовимся медленно к четвертому. У нас нет такой проблемы, что, ой, оказывается, другие ребята делают эти фестивали лучше, там они нас задавили, они там больше к ним обращаются, к нам нет и все такое прочее. И мы спокойно работаем со своими фестивалями. Мы знаем всех сильных, и мы с ними как бы, ну, в хороших отношениях. Вот. То же самое касается волонтерской истории. То есть, мы очень четко определили, чем мы занимаемся, проверили, что никто этим полноценно постоянно не занимается, а те, кто нам мог быть полезен, мы этих людей подключили к нашей работе. Вот. Это я к тому, что я понимаю, что очень часто людям хочется фонд имени себя, но это неэффективно бывает. И, честно сказать, за пять лет, которые мы работаем, мы видели ряд таких книжных инициатив, когда людям нужно было просто погуглить и присоединиться, а не как бы, ну, стараться просто сделать то, что в мире уже есть и функционирует удачно без них. Ну, или как бы, может, с ними бы удачнее, ну, при определенных обстоятельствах. Поэтому, в зависимости там от ваших задач, я предлагаю, конечно, помониторить, понять, ну, как бы, собственно, кто сил или мир из всего, и как с ними взаимодействовать. Вот. Ну, я буду рада ответить на вопрос, или если у вас есть какие-то конкретные кейсы, которые было бы интересно разобрать, то есть подумать об этом месте, давайте подумаем об этом месте. Ну, вот у меня, допустим, вы, посмотрите, в общем, одна часть работы нашей с волонтерами, да, она простая, что здесь написано. Библиотека у нас, да, и на базе одной из библиотек у меня появляются три папы, ну, один папа, потом подключил нас еще два папа, в общем, в итоге три папы, которые по вечерам в свое свободное время в шесть вечера каждую среду приходят и проводят занятия, мастерская технического творчества, это вы можете, с мальчишками, потому что, ну, понятно, в основном в библиотеке женщины работают, в основном кружат там девочек, потому что все равно вот такие вот вещи, да, там, более интересные девочки, и они как-то ходили, ходили к нам, ну, со своими детьми, говорят, слушайте, у вас что, для пацанов тут вообще ничего нет, давайте мы сделаем, а давайте. Вот, и пока проблем у меня с ними нет. Но, с другой стороны, я всегда понимаю, что люди, которые работают, да, когда-то они мне скажут, слушай, ну, все, волонтерство это, мне уже не хочется, мне уже некогда и так далее, вот какие тут методы могут быть, чтобы мне все-таки как-то удержать на плохое это слово, да, понятно, что если внутренней мотивации на одной людей не будет, то я с этим ничего не сделаю. С другой стороны, сильно плюшками, вот, как вы говорите, да, их закармливать тоже. Ну, понятно, что мы там их на торжественном собрании как-то один раз там наградили на нашем, там, при коллективе, при партнёрах, вот, там, когда у нас год этой студии был, вот, там, в «Красской газете», я там договорилась, про них там огромный материал сделали, ну, то есть, периодически, конечно, плюшки и-то появляются, но, вот, хотелось бы, чтобы эта история такая, прям, совсем постоянная была, но она, мне кажется, такая рискованная какая-то. Есть, да, есть ещё простая схема, при которой очень важно, чтобы у человека была возможность роста внутри организации, как у нас это организовано, да, есть волонтёры, например, он 12 месяцев занимается, у него там группы 3-4 ребёнка, он уже реально в этом молодец, нам повезло, этот человек не выгорит, он всё равно считает это важным, он не разлюбил чтение и ещё уважает детей, вот, но, действительно, как бы он хочет роста. Мы упираемся, мы можем повесить не 3, а 5 детей, но для него это не будет принципиальной разницы, то есть, он уже, как бы, принцип понял. Поэтому, у нас есть две системы. Первая система – это то, что все коммерческие гиды в прошлом волонтёры, то есть, если нам звонят и говорят, «Здравствуйте, как вам можно устроиться на работу?» Мы говорим, «Никак». Вот, а для чего мы это делаем? У нас, как бы, есть корыстный интерес. Во-первых, когда люди приходят на волонтёрку, мы сразу знаем, что они хорошие, добрые люди. Вот, и именно таким приятно оставить потом в коммерческой части коллектива. У нас за 5 лет не было ни одной ситуации, слава Богу, ни увольнения, ни там, даже добровольные люди от нас тоже никуда пока не уходили, потому что все приходят, и они схожи взглядом, да, и они все с нами остаются, и мы очень рады и счастливы друг другу. Вот, поэтому есть вариант, собственно, переведения человека, если он в этом замотивирован, да, в коммерческую структуру, после того, как он хорошо себя показал. Я честно скажу, это всегда идеально и для коммерческой структуры тоже, потому что это проверенный человек, в котором ты уверен, и это радость, которого еще не нужно так долго обучать твоим задачам, потому что он уже немножко в курсе. Ну, бывают такие волонтеры, которые приезжают к нам на очень хорошей машине, выходят из нее, как-то заходят в детский дом, выходят из детского дома, мы понимаем, что предложить нам им нечего, кроме печеньки, потому что, как бы, эти люди значительно финансово более там обустроены, чем, может быть, обустроен книжный гид. Или они, правда, любят свою работу каким-нибудь юристом и все такое прочее, и мы, конечно, не можем переманивать юристов. И здесь мы не можем эту опцию задействовать. Тогда есть такая история, как орг-ячейка. То есть там волонтер продолжает работу с детьми, но если он хочет, он становится еще и организатором. То есть он нам помогает в процессе обучения новых волонтеров, он тот человек, который сопровождает их на первой встрече, он тот человек, который, например, организовывает рассылку писем о встречах и так далее. По факту, ну, вот так если грубо, это просто новая работа. То есть, в общем, к чему этому радоваться? Но, когда человек уже долго в одной позиции, там, двенадцать месяцев... Такой робот достаточно подняться. Да. У него есть чувство, что у него произошел рост, и он, правда, этому искренне радует, и мы рады. То есть, собственно, нужно разработать такую систему, когда есть возможность роста. Вот. Мне кажется, ему еще делиться здесь есть возможность. То, что он на работу, он может это отдавать. Да. Ну, у нас вообще горизонтальное общение внутри всей организации. То есть, собственно, у нас нет такой иерархичной лестницы, когда там к Сталину ведут только те, кто получил значок, как там, ну, лучший сантехник там, СССР, да. То есть у нас, собственно, если человек хочет любой из организаций там экстремально пообщаться, ну, у него есть такая возможность, да, если у него там есть желание высказаться на всех, он тоже может это. То есть здесь не то, чтобы у орг-ячейки есть какое-то преимущество, все остальные волонтеры как бы не могут этого сделать. Но другой момент, что, конечно, так как он отделен статусом орг-ячейки, действительно, ну, новые волонтеры чаще с интересом к нему относятся, да, и действительно ищут с ним коммуникации больше. То есть, в принципе, вашим трем папам позже нужно будет придумать новый статус. Вот, и, скорее всего, это их на какое-то время удержит. Ну, и плюс, вообще, на самом деле, здесь еще такой момент, что, допустим, у вас же библиотека в городе сколько? Четырнадцать. Четырнадцать, а папы три. У вас не догур пап. Вот, понимаете, какая ситуация. Надо собрать побольше пап, а этих трех пап делать самыми главными папами. И тогда все будет вообще отличным. Да, да, да. То есть просто без вот этого. И нужно понять, что, конечно, люди все равно уходят рано или поздно. То есть нам повезло, мы, допустим, понимаем, что срок работы у нас волонтеры иногда и трех лет достигают. То есть это хороший показатель. Но рано или поздно они все равно уйдут. Да, то есть поэтому невозможно вот этих трех пап просто как бы на руках носить. Нужен четвертый, пятый, шестой папах. Вот. Ну, вообще, как и в семье, кстати, надо заметить. Лучше иметь всегда вариант еще какого-нибудь папы. Так, какие у нас еще есть кейсы? Или, может быть, вопросы или кейсы? Да, подумаем. Вообще, на самом деле, на 14 библиотек можно такое сделать. То есть как бы прям такое можно сделать. Потому что у вас в городе есть ССО как вообще форма организации? Центр социального изучения? Да, конечно, конечно. И они с библиотеками у вас в каких отношениях? В хороших отношениях. Мы сейчас с серебряным возрастом работаем по проекту «Бабушкины сказки». К нам бабушки просто строим ходят читать. Мы их там тоже фотографируем, значит, на сайт вывешиваем. Ну, у нас там проект мы просто выбрали еще к тому же его в союзе Фонд социального психического здоровья. Смысл такой, абсолютно такой. Просто простой. Бабушки приходят и читают вслух детям по выходным. А потом мы все вместе пьем чай, общаемся. Ну, такое межпоколенческое. Да, мы любим эту историю. Мы знаем, что в Москве были попытки аналога. Но в Москве не так много бабушек. В том числе мы через ЦСО. Они сейчас очень наслеплены в волонтерстве. Такие прям повернутые. Все их пытаются. А это волонтерская причина. Она тратит свое личное время, приходит к нам, читает, общается. Ну, в общем, такое взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, очень часто приходят именно руководители немецкого культурного центра, белорусского, украинского. То есть они приходят себе в нарядах, поют песни. К тому же, книжки читают свои народные какие-то сказки. То есть у нас такое проплетение всего. Это все прекрасно. Вот смотрите, какой сейчас был вопрос, где в Москве бабушки рассказывают. Так как я часто оказываюсь на странных встречах с людьми по профессии. Марина Семеновна Ромштал мне как-то рассказывала, когда она помогала как консультант при одной из библиотек Москвы. Значит, там были молодые горящие девочки-библиотекари. Они сказали, давайте сделаем вот аналогичный проект, только вот национальный. Вот типа бабушка там бурятка приходит, рассказывает бурятка, бабушка украинка. Марина Семеновна сказала, где же вы возьмете бабушку бурятку в одну субботу, бабушку эстонку в другую субботу. Ну то есть при всей многонациональности страны, как бы и Москвы включительно, все-таки это очень сложно организуемо к тому отношению, что на тех людей сложновато выходить. То есть это целая большая организационная работа. На маленьких пространствах, на самом деле, как ни странно, это чуть проще, потому что ты просто знаешь, где живет бабушка бурятка. А как-то я вот живем в Москве, я не знаю ни одной бабушки бурятки. Хотя она наверняка есть. Но если бы мне ее нужно было в субботу привезти... Да, у нас очень проще, но заточенности нет, собственно, на национальностях. Они просто приходят и оказывается, ох, а у нас еще и бурятка, она, ох, а она только что там на права сдала, ой, мы там все... Или там, ой, у нее шесть внуков, десять правнуков, пять детей. Ну то есть вот эти все личные истории, они просто сами возникают. У нас нет такой заточенности на национальности. Смотрите, тут надо понимать, что есть немножко разная специфика, да, что я имею ввиду. Вот это история, когда есть разум спикеры, да, аудитория тоже может потенциально сменяться, но это все равно прекрасно. Почему? Потому что это дает людям такой психологический якорь, что чтение это не скучно, что чтение это новый опыт, что это интересно и все такое, и все прекрасно. Вот. Когда мы работаем с аудиторией более сложной, вот, есть еще ряд таких прям обязательных задач, да, в чем, допустим, принципиальное отличие там книжного гида от многих других активностей. Для нас книга инструмент важный, мы книгу любим. Наша ключевая задача, на самом деле, в жизни тех людей, у которых нет какого-то хотя бы одного заинтересованного в них взрослого, создать ему ситуацию беспрецедентную, на самом деле, для его жизни, установление полноценной эмоциональной долговременной связи. Потому что, как правило, те, с кем нам приходится работать, это дети с нарушением привязанности. Вот. По этой причине, как бы, да, для нас очень важно вырастить волонтера, который будет долговременно общаться с ребенком. Следующий момент, который для нас важен, так как дети, которые воспитываются в учреждениях, они, как правило, не получают хорошего образования. То есть, наверное, вы знаете, что, как правило, их выбрать серий секретарь-машинистка или, как бы, сапожник, очень маленький процент потом идут на высшее образование. Особенно, если у ребенка есть диагноз даже какой-то простой, но ментальный, он его очень сильно ограничивает в выборе профессионального поля. Соответственно, если ребенку не успевают дать какие-то навыки самообразования, то в дальнейшем этот человек с очень низкой компетенцией. Он не будет конкурентен на рынке труда и, в принципе, человеку глупому сложно жить. Поэтому для нас очень важно дать ему эти навыки. Третий момент, как правило, мы имеем дело уже не просто с развлечением и обучением, мы имеем дело с коррекцией. Коррекция как определенных поведенческих паттернов, так и, собственно, коррекция в процессе чтения. Потому что, на самом деле, это нормальная ситуация, когда пришел в детский дом в 12 лет, ребенок может читать по слогам. И волонтер должен не просто любить чтение, не просто принести книгу, прочесть ее как-то ярко и более-менее обсудить. Он должен понимать, как технически помочь ребенку преодолеть сложности, которые у него есть в процессе чтения. Поэтому, конечно, допустим, такой проект, он, конечно, предполагает образование, он, конечно, предполагает методическое сопровождение. Но я очень, на самом деле, призываю всех, у кого есть такой ресурс, сделать, ну, стремиться к тому, чтобы была вот какая-то такая история. Почему? Потому что именно она имеет долговременный эффект. И потому что я вот была в этом году на мероприятии, значит, не помню, кто его организовывал, но это были не очень хорошие люди, значит, суть была мероприятия в том, как же нам сделать там детей читающими. Вот. Выступало очень много разных людей, там, от холдингов, издательских книжных блогеров и так далее. И сидела, сидела, сидела и понимала, что, собственно, если упростить, это звучит так. Я книжный блогер, мне нужно, чтобы дети читали, чтобы они смотрели мои книжные обзоры, как я коробочку разворачиваю. Я там издательство такое, мне нужно, чтобы дети читали, чтобы у меня книжки покупали к Новому году, да. То есть, ну, все видят какую-то довольно измеримую мотивацию, да, в том, чтобы люди читали. Если мы от этих, как бы, ну, вот таких очень личных мотиваций отойдем в сторону каких-то более здоровых мотиваций, мы что обнаружим? Что на самом деле расширить количество читающих очень просто. Нужно просто зайти в те аудитории, которые вообще не бывают охвачены коммерческим рынком книги. То есть, все вот эти люди, которые очень стараются, чтобы дети стали читающими, они интересуются очень ограниченным количеством детей, растущим в благополучных семьях. Хорошей школы, на которых родители готовы денежку тратить, у которых стабильный интернет дома и все такое прочее, да. Но сразу, как мы выходим в зону там детей, которые на учете стоят, неважно, в наркодиспансере или там при комнате полиции, да. Как мы выходим там в сторону детей с особенностями, как мы уходим там без призорников и так далее, мы обнаруживаем, что там огромное количество детей, с которыми очень мало кто пытался установить связь между ними и книгой. Ну, потому что не было мотивации у людей взрослых этим заниматься. Поэтому, если мы видим задачу, как увеличить количество читающих детей и подростков, вот есть такие места, где этих детей и подростков просто тьма. С ними, собственно, и надо работать. Более того, я сразу хочу сказать, я вот тоже не потрясающе добрый человек, это правда. Я руководствуюсь самыми простыми шкурными интересами. Я вот когда иду за хлебом, чтобы мне не было страшно потом выходить из магазина, и я спокойно дошла до своего дома, я хочу знать, что люди, которые сидели на наркотиках перестали нанести, что люди, которые ворвали, перестали этим заниматься. Все пошли читать. То есть это дело тоже для себя. То есть для самого чувства безопасности, да. Вот. Поэтому, если люди будут думать о том, как им сделать безопасную среду, они обратятся к этим группам населения. И для библиотек, кстати, это очень выгодная группа. Почему? Потому что часть из них не мобильные, и они не выгодная группа. Например, если человек сидит в тюрьме, не очень выгодной библиотеке. Ситуация, хотя на самом деле доставка в такие учреждения, это, конечно, на мой взгляд, одна из там, ну, ключевых задач сейчас. Этот сервис должен появиться. Чтобы человек, которому нужна книга, мог ее не только за деньги в интернет-магазине получить, но и бесплатно в ближайшей библиотеке. То есть это оптимальная схема, это идеальный, ну, на мой взгляд, это просто логично, да. То есть то, что человек там находится в детском доме, откуда он не может сам выходить или в тюрьме, это не должно его ограничивать самообразование. Но если мы даже не берем этот фактор, довольно большая там часть людей, которые нуждаются в нашей помощи, она мобильна. То есть это те потенциальные люди, которые честно возьмут читательский билет и честно будут им пользоваться. Поэтому с ними очень грамотно взаимодействовать. А даже те, кто не мобильна, они рано или поздно оттуда выйдут. Возможно поселятся в вашем районе и могут ходить к вам в библиотеку. Ну чё это такое. Да. Вот. Поэтому, ну, как бы, просто, допустим, у коммерческих игроков нет мотивации в основном работать с этими группами населения, но у муниципальных вроде есть. А вообще, кстати, очень коротко о коммерческом муниципальном. Мы за все время не выиграли ни одного гранта. Вот. Мы не имеем никакой частной поддержки. И вообще наше очень такое важное убеждение, что вот эта история про денег нет, она прям ничего не оправдывает и ничего не объясняет. Когда-то я общалась с таким человеком Александром Дрожцов, он занимается компанией экспедиция. Такие оранжевые магазины по всей стране. Вот он мне сказал, с деньгами каждый может, а ты без денег смотришь. Вот. Мне это очень запало в душу. Бюджет книжного гида в начале был 10 тысяч рублей. То есть, ровно столько, сколько мы потратили на покупку телефона и, значит, на регистрацию сайта, который мы сами адресовали в какой-то программке первый сайт. Вот, моя коллега. И вы знаете, нормально работает, первого же месяца он окупается, в принципе, пять лет я живу за счет книжного гида. Ну, я как бы не в Ау живу, то есть, у меня не Инстаграм Ксения и Собчак, да, но в целом я довольна. Вот. Я почему это говорю? Потому что, на самом деле, не требуют социальные проекты больших денег на запуск. И можно придумать схему, при которой они уходят или в ноль, или их окупает какие-то коммерческие инициативы, как это сделано у нас. То есть, мы бы с огромным удовольствием сделали бы весь книжный гид полностью бесплатной историей, но государство не идет навстречу таким ребятам, как мы. Вот. Но мы тоже не идем навстречу государству во многих вопросах. Так что, мы как бы тут как-то, ну, обоюдно подружились. Вот. И получается, вопрос стоит так, да, для нас, что мы вынуждены были сперва допустить коммерческий сектор, а потом с него кормить волонтерское движение. Да. Но при этом это работает. То есть, собственно, так как у вас тоже разрешена кружковая деятельность и так далее, по этому пути может пойти, ну, любой, кому это интересно. И поэтому вот эти все истории, типа, да, мы сделаем добрую историю, если мы получим грант президентский, мы на него будем год подавать, год будем ждать результатов и так далее, пока все дети в детских домах не перебрут. Вот. Но как бы вот прям не сторонник мы этого, ну, вот, как бы лично я не сторонник, как-то у нас коллектив никто этого не поддерживается. Вот. Так, я могу вам причинить какую-нибудь пользу? То есть, можно на вашем сайте о вас почитать, да, книжный гид, только он так не знает. Да. Прямо вот сейчас покажу. У нас есть социальные сети, кстати, их ведет волонтер, поэтому они потрясающе профессиональные, зато не занимают нашего времени. да, у нас, кстати, есть сейчас в планах уходить в регионы. Будь. Да. Ну, в Петербурге, кстати, мы есть, просто, как сказать, мы в Петербурге в тестовом режиме сейчас, мы обучили несколько людей для коммерческой программы и смотрим, что из этого выйдет. вот. А при этом, как ни странно, вообще как мы попадаем в регионы? Ну, появляется какой-то безумный в хорошем смысле человек. И он говорит, я живу в станице Староминская Краснодарского края. Мы быстро ищем это, значит, на карту Google, ужасаемся. Он говорит, я хочу быть книжным гидом. Мы, как бы, собственно, с этим человеком общаемся, обучаем его и закрыв глаза, говорим, теперь ты книжный гид. Вот. Но, правда, проходит, правда, хорошее обучение, грамотную тестацию, то есть требования к нему выше, чем к волонтеру, да. После чего мы удивляемся, но в станице Староминская два года существует книжный гид удачно. То есть, о чем это говорит? Говорит о том, что, по сути, бизнес-модель, при которой нет входного старта, да, может реализовать себя практически везде. И, собственно, сейчас вот мы по этой схеме тестируем Петербург, но волонтерскую историю мы не можем привезти в регионы, потому что в регионах не получают книжные гиды достаточно, чтобы содержать. Это все-таки довольно большой аппарат, да. А, как бы, в Москве мы тоже не зарабатываем настолько, чтобы, например, захватить Петербург. В волонтерской истории. Ну, то есть, это почти равноценный город, да. И мы не такие еще большие классные. Да. Ну, то есть, как бы, честно я говорю, это причина, почему у нас еще нет региона. Хотя, у нас сейчас есть обращение от фондов, которые готовы как бы сами как-то это материально правильно делать. Собственно, с ней в партнерстве мы будем пробовать. Но это, опять же, история про гранты. Давайте подождем, пока все дети выйдут. Вот. Но мы, честно, вот в это все включаемся. Да, в регионах немножко сложнее. Ну, допустим, вам это легко. Петербург, это как Москва, это вообще не регион. То есть, я когда в Петербург приезжаю на фестивали, я сразу чувствую, что я в Петербурге, потому что все правильно называются фамилии, вот, и всякие другие прелести происходят. То есть, я очень люблю там работать. И, конечно, там... Вообще, мы по мониторинг поняли, что книжный гид вообще как бизнес-структура, скорее, в Петербурге был бы успешен, чем в Москве, на самом деле, по целому ряду факторов. Но мы запустились по месту моей прописки, и, в общем, неудачно. Ну, в смысле, что могло быть лучшее однозначно. Вот. А так, конечно, в маленьких городах есть своя специфика, в том числе и волонтерских историй. И я хочу сказать, что, кстати, в связи с этим появился в Москве крупный проект. Они называют это волонтерством при библиотеках. Вы, наверное, знакомились с ним, да? То есть, ну, у нас ряд библиотек запустили эту историю. А там суть... Да. Что это название? Я сейчас не скажу. Ну, там суть очень простая. Людей зачем-то привлекают работать в библиотеках безвозмездно. Потому что, на мой взгляд, библиотека — это не, ну, как бы это... Это не та группа населения, которая нуждается в безобразной помощи. Вот. Я встречала уже... То есть, я вот такой человек любопытный. Я хожу там в книжный магазин, смотрю где-то в Семенович, да? Вот. Я хожу в библиотеку и спрашиваю людей, что они там делают, как бы, ну, там, как они сюда попали. Я вот встретила одного из волонтеров уже в одной из таких хороших библиотек. Он сказал, я здесь третий день, спросил, что вы здесь заняты. Он говорит, я пока не помню. Вот. Но он такой сидит, у него тут на бэджике написано волонтер. Вот. И, собственно, пока он сидит просто на ходе и людей приветствует, и говорит, что ты сидит в 313-й, может быть, у вас аудитория, или подождите, подождите, как называется? Может быть, это на втором этаже, извините, я здесь в 313-й день. Вот. Волонтер это работает в библиотеке. Волонтер это, да, да. Это помощник библиотекаря, как по двоим к одному. Да, да. Собственно, это помощник штатных единиц. А я спросила об этом, и он мне сказал, вы знаете, я рядом живу, иногда я сюда хожу, я подумала, надо помочь библиотеке. Но, в целом, это такая же история, как люди скидывают деньги людям, которым, на самом деле, не нужны деньги на учение. Так вот, по-моему, аналогично есть. То есть, у людей есть, на самом деле, очень большая потребность с полезными, но они не знают, как ее реализовать. Поэтому для них есть вот так год волонтерства, в который они реализуют все свои потребности абсолютно без пользы для человечества. Ну, вот я очень призываю такие вещи не делать. То есть, если нет понятного, измеримого КПД, то есть, для чего все эти люди пришли, что они будут делать, кому от этого радостно. Вот. Вот это все плохая история. Но факт в том, что при этом такой проект сейчас реализуется, он в ряде в московской библиотеке запустился. Это говорит о том, что люди готовы приходить. с волонтерами и готовы приходить в библиотеку с волонтерами. То есть, Вы считаете, что в библиотеке пусть работают, но не внутри библиотеки, а библиотека должна готовить тогда и чтобы они выходили туда? Я просто считаю, что если... То есть, должно быть, должен быть измеримый результат от того, что он сидит и вместо охранника или... Как раз и говоришь, чтобы он не сидел в библиотеке, а чтобы библиотека может подготовиться, чтобы Нет. Он может сидеть в библиотеке, если я понимаю, зачем он там сидит. То есть, какую задачу он решает. Функционал. Да. Добавляешь что-то. Да. То есть если это до этого делали штатные люди, которым до сих пор за это платят, они просто теперь ходят кофе пьют. Я не понимаю эту историю. Мы же так не делали, например, в больницах. То есть как бы медсестры не отходят куда-то, чтобы волонтер судно повыносил. Это и практики почему-то у нас нет. Я боюсь подавать идею. Да уж. Вот. Но, допустим, если условно... Вот, например, есть очень важная проблема. В библиотеке часто приходят греться люди вместо жительства. Но есть же такая проблема. Я не знаю, в вашей библиотеке есть этот вопрос, но у вас сложная входная система. Да. Раньше была сейчас. Вот. Раньше была. Вот как она была решена? Куда вы ее дели эту проблему? Я не знаю. Честно. Вот. Ну это очень удобно об этом. Не знаю, как правило, это решается очень некрасиво. Я это решала, да. Да. Выходит охранник и говорит пи-пи-пи отсюда. Вот. Нет, я думаю, что у нас просто потому что он стоит на входит. Люди даже не входят. То есть даже им ничего делать не нужно. Ну вот оба этих варианта мне не кажутся логичными. Условно, если люди набирают волонтеров при библиотеке, то оптимальная ситуация, например, есть там фонд доктора Лизы. Но, к сожалению, сейчас у него проблемы, все не очень хорошо. Ну, условно, возьмем идеальную сферическую ситуацию в вакууме, когда у фонда все хорошо, да. У них есть телефоны, у них есть информация, где человек может помыться. Ну, или, условно, сейчас ночлежка появилась в Москве, в Петербурге вообще давно удачно работает. Да, да, да. Вот. Нужно просто соединить и волонтеров обучать таким образом, чтобы, условно, когда приходит этот человек, они его, понятно, что они его не могут пустить греться по ряду причин, потому что все мамочки в детской библиотеке с ума сойдут от этого соседа. Он же люди, в общем, нетолерантные. И как бы, ну, и поздно... Он может пахнуть. Да. И поздно как бы обучать людей тому, что все мы равны. Вот. Но, если вот такой человек, условно, сидит, да, и он может сказать, вот там адрес, по которому вы там можете проехать, там помыться, да, вот там вот это. То есть, на самом деле, это ведь может быть информационным окном для незащищенных групп населения, которые, кстати, очень часто приходят в библиотеку, потому что им некуда идти. То есть это то редкое заведение в городе, которое открыто. Они не придут ни в банк сидеть, да, как бы они в больницу не придут. Они будут пытаться посидеть в библиотеке. Если из библиотеки выгнали, у них нет, на самом деле, куда идти. Ну, нет этой точки. Вот. Потом следующий момент. Это то, кстати, что говорил Саша Гаврилов на одном из заседаний. Он сказал, что, да, помочь человеку сориентироваться в информационных потоках. То есть, вообще сейчас очень разобщенно различные культурные учреждения существуют. То есть, библиотеки не знают, что происходит в театре, театры не знают, что происходит в библиотеке, да. Они, условно, делают в один день день рождения Высоцкого, но, как бы, люди не понимают, куда бежать. В маленьких городах, наверное, это не настолько распространено, потому что там кто-нибудь один делает день рождения Высоцкого, все остальные забыли. Вот. Но в Москве каждый делает день рождения Высоцкого, и человек просто не может сориентироваться в этом. Часть людей садится и гуглит полтора часа, где будет самый лучший день рождения Высоцкого, да. А есть люди, которые, как я. Боже мой, празднует другой день, чтобы толкучки не было. Вот. А сориентировать человека в информационных потоках, это тоже задача. Ей очень сложно обучить просто волонтера, потому что это очень высокий уровень способности ориентироваться в информационных потоках. Ну, то есть, на мой взгляд, волонтер – это человек, который должен делать что-то то, что штатные сотрудники никогда не делали, делать не умеют или не успевают. Да. Вот. Вот тогда это отлично. Это может быть в библиотеке. Почему нет? То есть, не обязательно этого человека нужно выгнать потом из библиотеки, как бездомного. Но вот эта ситуация, которая сейчас в Москве запущена, это другая ситуация. Когда люди просто выполняют то же самое, что должны делать штатные единицы. Только бесплатно, потому что они глупенькие. Вот. Да. Я так понимаю, что вопросов нет? Не знаю, есть вопросов? Нет, все очень классно было. Вот. Я рада, если я была полезна, рада знакомству. Поэтому, если что на связи, меня в фейсбуке зовут также, как и здесь. Я рада. Я рада. Я рада. С Rakоколик. ��и. Папiah. Всё. Всё.